Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Иван Анатольевич Мельников, врач-гинеколог-репродуктолог, эндокринолог Института репродуктивной медицины. Сегодня мы хотим поговорить о тромбофилии, о клинических случаях и применении тромбофилии и синдрома поликистозных яичников. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что пригласили. Это, на самом деле, очень важная тема, которую нужно было бы обсудить, и причем она требует обсуждения уже очень давно. Просто на основании того, что тромбофилии, они более-менее уже изучены, гены тромбофилии именно, именно на генном уровне, а синдром поликистозных яичников только вошел, можно сказать, на наш рынок, и мы ничего про него не знаем. Даже если, исходя из личного опыта, в клиниках доктора на местах не понимают, для чего сдавать анализ на гены поликистоза. Они просто думают, что тут нам все ясно, мы посмотрели на УЗИ, число антральных фолликулов, размер этих фолликулов, посмотрели на гормоны, ЛГ превышает ФСГ, и сразу понятно, что здесь поликистоз. Но на самом деле ничего не понятно, потому что поликистоз может скрываться под разными лицами, так сказать. И сегодня мы с вами это обсудим, я надеюсь, на вашу поддержку, именно на генетическом уровне и на клинических случаях. Очень интересная тема, и здорово, что вы откликнулись, пришли к нам. И я думаю, что докторам будет очень интересно узнать про клинические случаи, про ваш опыт. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, я все-таки начну с генов на тромбоферии, потому что для наших докторов это более-менее знакомое уже исследование. Мы с вами знаем, что привычное невынашивание, оно достаточно часто встречается. И, к сожалению, да, и не всегда мы можем найти причину. Часто я вижу, что лечат инфекции. Порой это несуществующие инфекции, но никто не копает глубже. Ну, я громко выразился, никто. Часто встречается, что не копают глубже. И когда мы начинаем исследовать эту проблему, выясняется, что да, возможно, у женщины и были какие-то инфекции, но они были перенесены давно, и уже у нее все хорошо, она ничем не болеет, ее все продолжают лечить, особенно у нас любят лечить иммуноглобулин G в инфекциях, что делать не совсем целесообразно. То есть, как я понимаю, что сдают анализы, и анализы показывают неналичие инфекции, то есть неправильно интерпретируется результат? Да, неправильно интерпретируется результат. И мало кто вспоминает, что могут же быть проблемы с кровью, хотя у нас в протоколах это все прописано, что может быть повышение волчаночного антикоагулянта, антифосфолипидный синдром, никто его не отменял. Ну и также тромбофилии. Я на своей практике выяснил, провел прям такое исследование по поводу тромбофилии, и хочу сказать, что 2 трети женщин с привычным невынашиванием – это именно патология крови, именно наличие генов тромбофилии, особенно F2 и F5 у нас часто встречаются и вызывают стойкое такое вот конкретное невынашивание беременности, с прерыванием беременности до 6-8 недель беременности, на сроках до 6-8 недель. На начальном этапе. На начальном этапе, да. И как бы я замечаю, что сейчас очень многие уже начинают использовать этот метод диагностики, и это очень радует, потому что вместе с врачами-гематологами мы уже можем исправить эту ситуацию, и женщина может выносить эту беременность, применяя определенные лекарственные средства. То есть можно сказать, что несмотря на то, что генетическая мутация, да, то есть наличие у женщины, мы тем не менее можем воздействовать на её организм. Ну как бы мы же и находим это заболевание и причину невынашивания беременности для того, чтобы как-то воздействовать на него, и слава богу, мы умеем на него воздействовать низкомолекулярными гепаринами. В течение всей беременности индивидуально подбирается дозировка в зависимости от того, что это была, например, за мутация, какие генов, либо более высокие дозы фолиевой кислоты, фалатный обмен, если нарушается, то это всё приводит к тому, что женщина всё-таки рожает в срок своего долгожданного ребёнка. То есть я так понимаю, что гены, отвечающие за стромофилию, их лучше сдавать только F2, F5 или всё-таки лучше сдавать полную панель? Я считаю, что лучше сдавать полную панель все 11 генов, где мы можем увидеть абсолютно по всем показателям, где всё-таки идёт это нарушение. В любом случае, конечно, это не требует от врача-гинеколога сидеть и самостоятельно ломать голову. Что же происходит-то вообще? Потому что у меня на приёме были пациенты, у которых только один ген поражён, а были пациенты, у которых 9. Такие тоже были. И здесь, конечно, если сидеть и это всё свалится на плечи доктора, он схватится за голову и не поймёт, куда ему двигаться дальше. Здесь консультация гематолога. В тандеме с гематологом подбирается лечение, и женщина прекрасно вынашивает эту беременность. У меня как раз расскажу клинический случай. Женщина, у неё было 8 замерзших беременностей и 2 выкидыша. А сколько лет? На раннем сроке. Ей на тот момент, когда она ко мне пришла, ей было уже 34 года. Прилучно. Вот. Но при этом у неё первого ребёнка она родила самостоятельно. Она кровила всю беременность. Там ей назначали сохраняющую терапию. Она всю беременность была на дюфостоне. Последующие беременности у неё заканчивались выкидышами и замерзшими беременностями. Пришла она, конечно, вся в подавленном состоянии, уже не рассчитывая ни на что. При этом кариотипы. На что мы думаем? Если у неё есть уже один ребёнок, она его родила в 20 лет, и после этого у неё вот такая вот череда неудачных беременностей, мы думаем, значит, что-то неправильно там в хромосомном наборе. Отправляем на кариотипы её и мужа, всё прекрасно. Где искать дальше? Инфекции. Ну, как я уже говорил, там были какие-то положительные джижки, на что мы особо внимания и не обращаем. И у нас остался только один вариант, что это что-то с кровью не так. Отправили её на гены тромбофилии, и там было положительных 9. То есть 9 генов идут с мутациями. Совместно с врачом-гематологом было назначено и лечение, подготовка до беременности с высокими дозами фолиевой кислоты, потому что там были нарушения в фалатном обмене, нарушения фалатного цикла. И когда она забеременела, слава богу, беременела она самостоятельно, и всё было хорошо, когда она забеременела, мы добавили ей низкомолекулярные гепарины. В итоге мы получили нормального доношенного ребёнка. Низкомолекулярные гепарины отменили в сроке 35 недель беременности. В 37 недель беременности ей сделали кесарево сечение. Всё. Родила. Замечательно. То есть применение просто фолиевой кислоты, как обычно беременные принимают, это, конечно, наверное, недостаточно в таких случаях. Фолиевая кислота – это интересный вообще такой витамин, так скажем. Он очень важен. Где-то он может навредить при избытках, а где-то, наоборот, помочь. Например, была очень интересная статья в «Статус Презен» в журнале, где было доказано, что при нормальном обмене фолатного цикла, при нормальной работе фолатного цикла, фолиевая кислота может даже вызывать аутизм у детей, избытки фолиевой кислоты. Поэтому в норме, если у женщины всё хорошо с фолатным обменом, конечно, фолиевую кислоту перебарщивать тоже не нужно. Имеет смысл проверить фолатный обмен? Имеет смысл, да. Это очень важно. Опять же, это также гены фолатного обмена. И недостаток, если есть какие-то нарушения в генах фолатного обмена, то здесь даже высокие дозы могут быть недостаточны. То есть здесь нужно подбирать уже с учётом нарушений. То есть это получается, как Вы правильно сказали, что один гинеколог не решает эти проблемы, а это нужно решать вместе с гематологом и с генетиком. То есть мы имеем в виду, что делать генетический анализ, и тогда можно достичь таких чудесных результатов. Совершенно верно. Здорово. И историй очень много связанных с генами тромбоферии, но как бы мы уже с этим давно работаем, мы уже много читали об этом и много что знаем. Я столкнулся на своей практике с тем, что доктора не понимают, для чего сдаётся анализ на гены синдрома поликистозных яичников. Почему? Почему так происходит? Потому что доктора говорят, я и так всё знаю, нам и так всё понятно. Мы посмотрели на УЗИ, увидели больше диссидент фолликулов в яичниках, мы посмотрели на гормоны, увидели, что там гормоны пошли в разные стороны, то есть ЛГ будет выше, чем ФСГ, и зачем нам ещё сдавать какие-то гены. На что я всегда со всеми спорю, и слава богу, удаётся переубеждать. Я надеюсь, что нашу аудиторию сегодня тоже мы заинтересуем этим моментом. Дело в том, что, как я говорил в начале, синдром поликистозных яичников может прятаться за разными масками. Очень часто у нас повышение пролактина провоцирует вот этот вот момент, что ЛГ становится выше, чем ФСГ. Это и идёт нарушением гипоталамогипофизарной системы. Вот. И становятся яичники мультифолликулярными. Здесь как раз-таки в этот момент идёт неистинный СПКЯ. Здесь не задействованы какие-то андрогены или ещё что-то. Здесь нет инсулинорезистентности, как правило. Здесь просто идёт в чистом виде повышение пролактина, который влечёт за собой, как вот прицеп за собой тянет, вот этот вот сдвиг гормонов ЛГ и ФСГ. В итоге мы получаем мультифолликулярные яичники. Если, казалось бы, мы просто посмотрели бы на анализ УЗИ и на число фолликулов в яичниках, на анализ гормонов и на число фолликулов в яичниках с помощью УЗИ, то здесь, конечно, у нас первый момент, который возникает в голове, это синдром поликистозных яичников. И у меня была такая пациентка. У неё был пролактин чуть выше нормы. То есть у неё был пролактин где-то 600, максимум поднимался до 800. Но когда мы проверили, ну то есть я смотрю, что здесь возможно это из-за пролактина, причём эндокринологи ей не назначали никаких препаратов, которые бы снизили уровень пролактина. Ей сделали МРТ, сказали, что микроаденологии по физионе у неё нет, пролактин сам поднимается, ну значит опустится. Бывают такие случаи. В итоге мы посмотрели с ней, понаблюдались с этой пациенткой. Пролактин у неё снижается, фолликулы, вроде бы доминантный фолликул поднимается, когда мы провели с ней лечение гиперпролактиномии. Но мне этого было недостаточно. То есть мне нужно было выяснить, что, какой механизм, есть ли там какие-то нарушения именно в генах, которые могут привести к вот этому синдрому поликистозных яичников, или нет этих нарушений. Сдали на гены поликистоза и выяснилось, что там абсолютно всё нормально. Там нет никаких изменений, которые бы говорили о том, что у женщины поликистоз яичников. Мы могли бы, в принципе, с ней снижать пролактин и рассчитывать на её самостоятельную овуляцию. Но мне, как пытливому врачу, очень захотелось выяснить это до конца. И мне бы хотелось, чтобы многие так делали. Потому что это очень облегчает работу. Наши пациенты курсируют от одного врача к другому, периодически. И это очень облегчает работу следующего доктора. И, с другой стороны, если у человека найти причину его заболевания, то он, в принципе, уже никуда и не уйдёт. То есть получается, что гены поликистоза яичников помогли вам в данном случае понять, что правильно поставить диагноз, диагностику, что это не поликистоз яичников? Да, гиперпролактиномия, которая скрывалась под маской поликистоза. И таким образом вы смогли найти, подобрать ей правильное лечение? Конечно. Мы снизили ей пролактин, и у неё начала самостоятельно происходить овуляция. Ведь мы очень часто путаем поликистоз яичников с мультифолликулярными яичниками. Когда в яичниках мы видим большое число антральных фолликулов, их может быть в некоторых случаях до 15-20, но при этом у женщины будет происходить овуляция. У меня тоже были такие пациенты, когда мы смотрим на УЗИ, и у неё там много УЗИ от предыдущих докторов, и заключение, и все пишут ей СПКЯ. На самом деле там его нет. Это просто мультифолликулярные яичники. Они могут прятаться под масками повышенного ТТГ, под пролактином, как я уже говорил, либо просто инсулинорезистентность у неё будет. То есть они СПКЯ как бы маскируют, как будто этот диагноз неправильный маскируют, правильные диагнозы. Да, совершенно верно. И бывают ситуации, которые наоборот, что СПКЯ тянет за собой остальные какие-то моменты и механизмы, которые мы не учитываем, и тоже мы ей ставим, синдром поликистозных яичников. А на основании чего мы ставим? То есть как раз-таки гены поликистоза нам предлагают оценить вот это вот, именно тот момент, откуда это всё пошло. То есть, естественно, там будет нарушение в развитии андрогенов. И если идёт вот это нарушение в развитии, ну то есть в гене, который отвечает за выработку андрогенов, в совокупности с, к примеру, там, с генами, отвечающими за инсулинорезистентность или липидный обмен, то это у нас и будет вот этот истинный поликистоз. Здорово. То есть получается, что так много синдромов переплетаются и влияют друг на друга, и можно так их не увидеть, даже читая биохимический анализ, как я понимаю, да? Ну, мы можем увидеть, что есть проблема. Да, проблема увидела. Но окопнуть глубже мы не можем. То есть мы не можем понять, что первично. Мы не можем понять, что первично, ведь даже инсулинорезистентность, как мы с вами разговаривали, что она может быть абсолютно разной в разных лабораториях. Определить сложно. Как бы референсное значение – это у нас одно, а показатели меняются в зависимости от того, когда сдали, в какой лаборатории сдали. И вообще для каждого человека норма, она, ну, будем откровенны, сугубо индивидуально. И для разной этнической группы так же, как и индекс массы тела. Поэтому здесь, конечно, очень важно определить истинную причину. В каком месте идет поломка? Либо это выработка андрогенов, либо это липидный обмен, либо это инсулинорезистентность. Ну, и, в общем, мы знаем, что у нас в диагностике на поликистоз 5 генов участвуют. И все эти гены при определенных критериях анализатора могут нам показать, есть ли этот поликистоз или его нет. Что нам очень поможет повлиять именно на вот этот механизм. То есть, если у человека идет нарушение липидного обмена с инсулинорезистентностью, там и плюс андрогении еще подключается, гены гиперандрогении, отвечающие за выработку андрогенов, то здесь у нас есть риски какие. Это же развитие сахарного диабета в дальнейшем. Мы все знаем, что синдром поликистозных яичников может к этому приводить. Ожирение. Опять же, мы можем смотреть на женщину, что у нее есть ожирение, и думать, а есть ли у нее поликистоз или нет. Конечно, мы знаем все совокупности вот этих вот всех факторов, которые там повышение герсутного числа, там негроидный акантоз, что говорит о инсулинорезистентности. Но если это молодая девушка, у нее этого еще ничего не будет. В том-то и дело. У нас же могут приходить пациенты, какие, которые, ну, например, там, 21-22 года. И она еще не успела поправиться, еще не запустился вот этот вот механизм истинной инсулинорезистентности. Она еще не начала, не подверглась вот этому риску сахарного диабета. Но это у нее уже, можно сказать, все впереди. Если она не будет знать. Если она не будет знать об этом. А если она будет знать об этом, она может держать себя в форме, заниматься, может быть, спортом, придерживаться какой-то диеты. И мы вот этими вот незначительными вещами, которые, о которых мы знаем, вот эти незначительные вещи применяя, которые, казалось бы, если бы мы не знали, не помогли бы. Но мы их знаем, и они помогут. То есть это как эффект бабочки. Вот казалось бы, ну что такое, что там девочка не будет есть сладкого, да? Но в результате потом она может не привести это к сахарному диабету, и не привести к ожирению, и не привести к бесплодию, и не привести к СПКЯ. К СПКЯ, возможно, это все-таки приведет. То есть я не могу сказать, что мы, держа женщину на диете, исключим у нее полиокистос. Но, по крайней мере, у нее не будет ожирения, что является одной из причин бесплодия в данном случае. У нее не будет инсулинорезистентности. Возможно, у нее не будет такой гиперандрогении, которая может в дальнейшем приводить к невынашиванию беременности, даже если она забеременеет, и даже если методом ЭКО. То есть даже если у нее будет синдром полиокистосного речника, все это не будет так печально и так тяжело. Мы профилактическими мероприятиями это все придержим. И она проживет долгую, счастливую жизнь. И, может быть, с помощью ВРТ, ну, так скажем, это может быть стимуляция фолликулов, чтобы она забеременела самостоятельно. С помощью ВРТ, там, инсеминации, к примеру, возможно, но не ЭКО. Мы можем ей помочь в этом. Если будем знать это заранее. Да, то есть, значит, получается, что профилактическая медицина, она вот-вот здесь, в данном именно случае с данным тестом, сыграет свою роль. Она обязательно сыграет. И даже если у нас женщина пришла уже с инсулинорезистентностью и с полиокистосом, и с гиперандрогенией, мы, по крайней мере, мы сможем понять, в каких генах идет нарушение и на что нам нужно посмотреть. На что нам нужно повлиять. У меня очень много пациентов, которых после анализа на генной поликистоза мы лечим вместе с диетологом. У меня есть очень хороший диетолог, любимый, так скажем, с которым мы уже прошли в таких случаях достаточно много. И результаты просто потрясают своей эффективностью. Расскажите про эти результаты. Получается, женщина, я расскажу про один самый запоминающийся. Женщина, когда ко мне пришла на первичный прием, у нее был вес 145 килограмм. У нее был поликистоз яичников, аминорея полная, у нее был негроидный акантоз, что нам сразу дает понять, что у нее идет уже инсулинорезистентность, и она уже в группе риска по сахарному диабету. Слава богу, у нее еще не было сахарного диабета. Хотя были такие пациенты, которые приходили уже со вторичным сахарным диабетом второго типа. У нее еще не было. Естественно, у нее аминорея, у нее не происходит овуляции. Что же делать? Здесь понятно, что у нее поликистоз, и здесь, в принципе, можно было бы обойтись и без определения на гены поликистоза. Но мне стало интересно, на каких же именно генах идет, по каким генам идет нарушение. Здесь мы выяснили, что у нее идет нарушение практически по всем генам. И это вот такой, как мы говорим в своей среде, махровый поликистоз. Повлиять на снижение андрогенов я в данном случае не совсем в силах. Но повлиять на снижение ее массы тела, а она говорит, что она худеет, причем она начала поправляться после 20 лет, до этого она была не совсем худенькой, но и неполной. А потом начала резко поправляться после 20 лет. Повлиять на массу тела мы можем. Даже несмотря на то, что это запрограммировано в ее генах. Причем вот с диетологом совместно она разработала, для начала она провела ей тестирование. Они разработали дневник питания, то есть женщина записывала, что она кушает, как она кушает, сколько раз в день она кушает, какими порциями кушает, когда она перекусывает и так далее. И уже исходя из вот этого всего, они разработали ей таблицу питания, которая никак не вредит ей, потому что диеты, они тоже могут быть разные. Кому-то подходит одна диета, которая не подходит другому, а кому-то наоборот. Вот. И они разработали именно тот, ту таблицу питания, которая подходит именно этой женщине, которая оказалась очень разнообразной. и женщина практически не страдала. В первое время все, конечно, когда переходят на правильное питание, немножко могут испытывать стресс, но здесь такого практически не было. В итоге за год она скинула 80 килограмм. У нее пошла менструация, у этой женщины. За полтора года она скинула 120 килограмм. И она практически пришла в свою норму, приобрела именно тот индекс массы тела, который нужен ей. У нее стала менструация идти регулярно. У нее снизился инсулин. Она стала себя хорошо чувствовать. У нее гормоны начали вставать все на места. Мы не добились с ней самостоятельной эволюции, к сожалению. Мне пришлось ее простимулировать. Трубы у нее были проходимы, и она забеременела самостоятельно. После стимуляции. Здорово. Ну, я прямо, честно говоря, удивлена тому, что несмотря на то, что у человека, во-первых, оказалось 5 мутаций во всех генах, и несмотря на это, вот вы проделали такую работу, и человек стал себя чувствовать хорошо. Ну, чудеса бывают. Это даже не чудеса, а именно та профилактическая медицина. Да. То есть, а так, вот было непонятно, что это такое. То есть, понятно, что... Было понятно, что это такое, но что с этим сделать, было непонятно. Ну, и мы решили пойти, то есть, методом тыка, и, ну, что гораздо проще было бы в данном случае? Конечно, скинуть вес. Вот. Многие доктора скажут, что, ну, здесь и так понятно, что это избыточный вес, и надо его скидывать. Но нужно же объяснить еще пациенту, почему это нужно сделать. И показывая вот эту вот таблицу по генам, когда они верят, что у них идут нарушения в генах, и если они не сделают этого, то у них никогда ничего не получится. Это очень сильно мотивирует. Это нужно самому пациенту даже больше. Конечно же, это врачу тоже нужно. Для меня это очень важно. Я очень рад, что медицина шагнула настолько вперед, что можно определять эти гены, и это наступно для нас в Казахстане, и в Алма-Ате, в частности. Ну вот, потому что раньше это было гораздо сложнее. И люди, пациенты ходят, они оставляют огромные деньги за приемы у врачей, за анализы, порой которые не приносят им никаких результатов, эти анализы. А гены поликистоза, они абсолютно доступны. Это не стоит очень дорого. Да, действительно. А были у вас такие случаи, когда анализы крови лабораторные не совпадали, например, с клиникой, а вы видели, могли потом увидеть в генах мутации? Бывали такие случаи. У моей пациентки, получается, ей 28 лет, как бы молодая девушка, ей говорили о том, что у нее мультифолликулярные яичники, по гормонам у нее тоже было, в принципе, все нормально, но овуляция у нее все равно не происходила. Она не страдала избыточной массой тела, и в итоге, ну, как бы я, как бы уже все проверил, там, по всем фронтам все хорошо, а на что бы еще обратить внимание? И я отправил ее на гену поликистозу. И я обнаружил, что все-таки это СПКЯ. Да, вы что? Да. А этого не показывали? Нет, потому что у нее ЛГ, ФСГ были в норме. Как бы мы же на что реагируем обычно? Если ЛГ выше ФСГ, в множество фолликулов и яичниках, это первые такие звоночки для доктора, что здесь идет СПКЯ. Ну, и там уже по клинической картине. А у нее шла регулярная менструация. У нее показывали гормоны хорошо все. Она мне говорила о том, что она ходила к другим докторам, и они говорили о том, что у нее была овуляция даже. И в итоге, когда я ее начал наблюдать, я ее наблюдал три цикла, и не увидел у нее ни разу, что у нее созревает фолликул доминантный, я решила ее все-таки направить. И выявили, что да, поликистоз есть. И дальше? Дальше я... Ну, здесь у нее не было особых жалоб, что ей не мешало это жить, она не поправлялась, там у нее не было инсулинорезистентности, и даже... Ну, как бы... Опять же, у нее в генах не было... поражен тот ген, который отвечает за инсулинорезистентность. Мы ей просто простимулировали яичники, провели стимуляцию овуляции и сделали инсеминацию. Она забеременела. Здорово! Ну, бывают такие случаи, когда за счет вот этого вот поликистоза не получается забеременеть ни самостоятельно, ни с помощью инсеминации. В таких случаях мы, конечно, уже идем на ЭКО. Ведь при поликистозе могут страдать сами ооциты. Вот. Они могут изменяться, они могут быть с измененной цитоплазмой, ядром, оболочкой. И это уже будет не просто поликистоз, но еще и с клеточным фактором бесплодия. Вот. И здесь это уже только ЭКО может исправить. То есть это показание, опять же, вот этот тест может быть полезным для того, чтобы решать, да, делать ЭКО или делать не ЭКО. Очень интересно. Так что спасибо вам большое. Спасибо вам, что есть, что предоставляете нам такие замечательные методы диагностики. Я надеюсь, что в скором будущем откроется еще много разных интересных методов. Да, так и есть. И мы это все будем использовать. Я дополню немножко. У меня сейчас на стажировке врачи из стран ближнего зарубежья и резиденты очень часто приходят. И когда они видят, что я назначаю на гены, на гены тромбофилии, на гены поликистоза, они смотрят вот такими глазами и говорят, что, уже дошло, что ли, вот до такого уровня это все? Говорю, ну, как бы да, есть такое. Ну да, то есть возможности появились, а теперь надо самим доходить до этого уровня, да? Да. Врачам не бояться. Я думаю, что для тех, кто все-таки занимается, может быть, наукой, это такое интересное поле деятельности для изучения. Это прям здорово. Спасибо. Спасибо за ваш интерес, за ваш вот такой научный склад ума, что вам всегда любопытно докопаться до истины. Я желаю всем пациентам такого доктора, а вам желаю успехов в лечении. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.